Мы приехали в какой-то непонятный райончик, реально тут круче обувь, как будто бы, там были подозрительные люди сзади. Смотри, здесь прикольно. Вот это прикольно, да. Не знаю, это какая-то пешеходная улица как будто. Интересно, вообще нормально, что мы тут едем? Что-то люди, они не хотят расступаться, я боюсь за нашу машину, ну-ка, закройте. Так кто его знает, реально? Вдруг тут нельзя? Вдруг сейчас местные пацаны и ребята придут? Нет, здесь ехать точно можно, потому что они, люди адекватно, в принципе, смотрят. Да ладно, а вот эти что идут прямо? Нет, они просто идут и все, они никого не трогают. Блин. Вот, но типа нету таких, знаешь, осуждающих взглядов, что типа, я-мое, куда он прят, ты че? Ну, это же знакомый такой взгляд. Да жутко, если честно, тут немного, какой красивый магазин, Рахат Лукума. Мы вообще едем сюда только ради того, чтобы купить местные защитный крем. Сейчас направо? Да, походу, я не знаю, тут прямо вообще показывается. Вы, наверное, сюда или чем? Я не знаю, короче, мы чуть запутали, заблудились, потому что сейчас мы едем по другому навигатору, мы не смогли на Яндексе выложить именно наш магазин, почему-то он не показывается. С чем показал, мы приехали, оказывается... Вы видите направо на дорогу, то есть, если суток, затем вы видите значение. Вот, мы все едем. Сейчас я вам покажу. Парна право на дорогу. Хорошо. Смотрите, здесь, это свасти продают. О, как красиво. Конфеточки, конфеточки. Какая башенка красивая. Это так прикольно. Это ж галатская башня, знаешь? Че ты прихнишь, господи? Из меня дурочку тут сделать решил. Посмотрите, Каська, на него, а? Погните направо на дорогу, орденый раз, профессор, доктор Сэмур Кошел Китис. Вы слышите, здесь название улицы, они вообще какие-то нереально длинные. А мы приехали на базар, точнее, на парковку. Балык-пазар. Посмотрим, поищем сейчас. Но пахнет тут рыбой, конечно, знатно. Не скажи, что мне это очень сильно нравится. А наша дочь сейчас спит и спит. Продолжает спать. А мы все-таки добрались до базара. Походу, из-за того, что сегодня еще выходной, тут все закрыто и очень скучно, если честно. Тут вообще ничего толком нету. Спасибо, Руслана, он куда-то испарился. Непонятно, куда делся. Я тут хожу с ноющим ребенком. Он свалил. Никого знает, куда. Да, Руслана, сейчас очень злая на тебя. Куда ты ушел вообще? Непонятно, бросил. Я без телефона, без ничего. Осталось тут одна, получается, с ноющим ребенком. Короче, я чуть-чуть успокоилась. Вообще, когда жара, нереально вредина. Вот прям такая вредная становится, когда жарко. Сотказать в прохладное помещение, все. Вообще нормально. Скажи, что это ты меня потеряла, а не я вас. Это он куда-то свалил. Мы приехали в метро. А у меня уже потекла от такой адской жары подводка. Но это все ничего страшного. Ну, давайте я вам буду показывать метро, что там интересное. Мы тут еще никогда не были. Метро огромный. Тут просто огромный. Тут есть и мебель какая-то, стульчики. Тут есть и продукты. Мы сюда приехали. Сейчас я приехал за селедкой. Вот я, надеюсь, тут мечтаю найти селедочку. Скажи всем привет. Тут очень много всяких шоколадок, конфеток, печенек. Продается все в коробках. Ну, как и в любой метро, это более магазин оптов. Покупать. Тут рахат лукумчик. Я хочу рахат лукум взять, но я хочу взять именно этот нормальный. На развес, который мне он очень нравится сильно. Так, друзья, зашел в мясной отдел метро. Анеля с Каримом, с Эмилией. Им здесь холодно, очень холодно. Вот, смотрите, какие особуко. Особуко. Цена 75,46 за килограмм. И вот такие, смотрите, огромные кусманы мяса продаются. Ну, естественно, это для промышленных. Для промышленных вот этих вот производств. Там рестораны, кафе. Но можно, в принципе, купить и самому. Вот, в контрфиле. Я не знаю, я не разбираюсь в вырезках особо. Но это есть. Здесь разные нарезки есть мяса. Вот такие вот. Здесь гуляш. Вот это на гуляш. А вот там, походу, курица охлажденная. Опа! Вот это я возьму. Вот это я возьму. Стоит 38 лир за килограмм. И я фаршик возьму. Вот такой фаршик. Вроде свежий. Смотрите, какой красивый. Очень популярна в Турции вот эта вот тема шницель. Безумно популярная штука. Вообще какая-то нереальная. 1100 грамм. 18 лир всего стоит. В принципе, это недорого. Для готового блюда, которое просто закидываешь в духовку и готовишь. Вот такая вот нога. Вот здесь вот курицы вот такие в Турции. Видели? Вот она. Нога. Шутка, конечно. Посмотрите, баранина. Цены от 47 лир вон там до 99 лир вон там до 99 лир вон там. Это вот эти вот котлетки. Не антрикоты, а ребра. Ребра бараньи ребра. Если переводить на наши казахстанские деньги, то здесь дорого мясо покупать. Но оно здесь хорошее. Я не знаю. Пока что многие говорят, что здесь мясо не очень. Но мы пока только хорошее видели мясо. И пользуемся, едим, приготовим. Здесь можно даже сосиски в нарезке купить. Вот я говорил, что здесь любые колбасы можно в магазине сразу попросить нарезать. Но вот сосиски нарезанные я не видел. Вот такие штуки используются в кумпирах. Их поливают томатным соусом и делается вот такая заправка для кумпира. Вот такую я впервые вижу. Лапшу из колбасы. Вау, вау, вау. Не знаю, какие взять сосиски для хот-догов. Назовите, там бальные есть сосиски. Джамбо пилич сосис. Это пилич, я знаю. Это курица вроде бы. А хинди знаю. Это индейка. А это дана. Где дана? Не вижу дана. Вещь елдус сосис. Вроде корова нарисована. Это корова? Из коровы сосиски? Ну, судя по цене, да. 41 лира. Так, ребята, смотрите. Если кому интересно, может быть, вы хотите какие-то продукты из того, что я сейчас буду показывать. Здесь, естественно, все турецкое. Вот смотрите, морские коктейли есть. Вот анчоусы, маринованные в масле. Анчоусы. И анчоусы жареные. Есть что-то подобие черной икры, походу. И есть крабовые палки. Вот. Крабовые палочки. Это редкость. Я здесь их особо нигде не видел. Но вот тут они есть. Метро Кэшн Кэрри. Все. Все остальное это просто свежая рыба. Разного формата. Которую хочешь взять, не взять. И селедки соленые тут нет. Смотрите, блин, что-то с семгой не очень как-то выглядит, как будто. Ну, хотя, кто его знает, да? Зато у нее цена 65 лир. Всего лишь 65 лир. Может быть, она не норвежская, хотя похожа на норвежскую. Маленькая Дорадо стоит 26 лир. Маленький Сибас стоит тоже в этом районе. Леврек 24 лиры вообще. Большие уже побольше стоят, подороже. 57-58 лир. И Дорадо, вот она, 60 лир стоит. Это какая-то интересная рыба. Что за рыба? Заргана. Заргана. Вот сазан и есть. Сазан пулу. В общем, есть все, кроме селедки. Вот что мы взяли все-таки в метро. Давайте я вам покажу. Ну, ты будешь с тобой ложить, хорошо? Это сосиски для хот-догов. Это говяжий сосиски. Говяжий сосиски. Видишь, Дана написано. Вижу, все. Это фарш для перчиков. Видишь? Не написано. А вот тоже Дана написано. А вот еще корова нарисована, я поняла. На всякий случай. Зелень. Маленьку? Холодильник, давай пока завтра приготовим. Это ньокки. Ну, сыну, не ори. Ньокки мы взяли. Хотим попробовать сделать пасту с ньокками. Вообще, я планирую сама их дома готовить. Кстати, ты покажи наш этот стол на хранилище. А, вот это все. Вот кошка. Кошку снимаешь. Чуть-чуть повыше, мне кажется. Вот, эти вещи лежали у нас в машине. Я не знаю, почему они живы. Ну, вообще-то дочина я только что постирала. Блин, недавно. Ты же сказала все на землю. И уже ботинок там залежался. Ох, Господь всемогущий. Ладно, поехали дальше. Это тублероны. Я обожаю тублероны. Они тут стоят 10. Ну, короче, они стоят 600 тенге. Вообще, как правильно говорить? Тублерон, мне кажется, а не тублероны. Когда у тебя будет камера в руках, тогда и будешь умничать. Умник. Комментарии. Дальше. Горчица. Держи. Смотрите, какая интересная паста. Очень прикольная паста с тремя сырами. Я не знаю, что надо с ней делать. Варить, наверное, и с куличным соусом можете есть. Короче, мы решили попробовать. Она стоит 1400 тенге за вот эту маленькую пачку. Сколько? Он думал, просто так у нас двадцатка вышла, да все. Красный лук для того, чтобы щитаки готовить. Держи. Все. Доброе. Майонез. У нас в семье майонез и кетчуп улетают просто за секунду. Поэтому я толстый. Это сын взял себе хлеб. Он сказал, что он сам будет этот хлеб есть и сам себе его взял. Да. Соевый соус. Гигантская пачка. Соевый соус я обожаю. Тут Руслан нашел творожный сыр, походу. Типа как этот. Президент. Президент. Для чизкейка, господи, Филадельфия. Молоко. Мы берем только такое молоко. Оно нам больше всего нравится. Господи, такое тяжелое. Оно очень вкусное. Вот, это молоко мы очень любим брать. Вот, вот, что я хотела вам показать. Это жареный лук. Или как? Лук фри? Короче, это лук. Безумно вкусные хот-доги с ним получаются. Полкилона хватит на год, мне кажется. Но там меньше не было пачек, поэтому мы взяли. Кетчуп. Вот хлеб для хот-догов. Смотрите, какая колбаска идет. Картоха. Вот эти пинешки. И все у нас вышло на 20 тысяч тенге. Или на 300 лир. А это еще один пакетик. Мы взяли в районе. В районе, господи. Магазине на районе. Смотрите. 21 лира вышла у нас рахат луком. Это фисташка. Я не знаю. Что, 24 грамма? Фисташка и гранат. Очень вкусный. А это... Что там? Фундук с чем-то. Короче. Обычно вот этот пакет луком, он стоит 100 лир. То есть 6800 7000 тенге за килограмм. Тут он стоит 34. Но 35 лир. Почему он стоит так недорого? Потому что тут меньше фисташек. Но он безумно вкусный. Я теперь его буду брать всегда. Далее я сыну взяла мармеладки. Сын, она. Сына. Смотри, что мама тебе купила. Это я тебе купила. А давай для своего кожи. А где спасибо? Спасибо, спасибо, спасибо. Это нам с Русланом острые чипсы. Будем все... У меня уже полный рост в ней. Блин, зачем ты мне сказала? А теперь я как буду жить со свиньями? Глотай, солнышко, глотай. И сыну чипсы. Сына, на, тебе я еще купила. Я хочу, хочу. Вот, это все, что мы взяли сегодня. Надеюсь, вам понравился наш влог. Я уже все готова смывать косметику. Потому что она у меня вся уже потекла от этой жары адской. И уже заканчиваем наш день. Ладно, ребята, все, давайте. Спасибо, что сегодня были с нами. У нас опять получился длинный влог, походу. Пока. Всем пока, ждите завтра наш новый влог.